Ну что, давайте приступать. Знаете, сегодня только я проснулся. А я обычно часто просыпаюсь, ну и утром там беру смартфон, посмотреть, что там мне кто пишет. И вот написал мне сегодня один человек очередное сообщение. Их уже столько было, я уже не знаю, сколько их приходило, но десятки точно. И вот написал мне, говорит, Макс, отдай мне смарт-респондер. Ну типа, что ты его закрываешь? Отдай мне, подари. И я просто из интереса начал с ним общаться. Я, конечно, никому не собираюсь ни отдавать и ни продавать. Давно зрелое решение, я знаю, почему оно зрелое, почему я хочу закрыть, я ясно понимаю это. Но вот человек, знаете, верит в чудеса. Вот я заметил, что многие люди, они таки верят в чудеса. Наивные какие-то, вот наивные ребята. В общем, начал с ним разговаривать, туда-сюда, оказывается, выясняется, он наёмный сотрудник, он работает в найме, у него ипотека, да, у него долги. И он ко мне пришёл и говорит, отдай мне бизнес. Нет, ну вы посмотрите, а. И когда я ему начал объяснять какие-то вещи, полная вообще, вот полная, как стена, да, непонимание. Я не могу понять, почему ты мне не можешь отдать, подарить. Я бы там что-то с этим начал делать и так далее. И человек не понимает, что он не может справиться с намного менее сложными проблемами в своей жизни. То есть у него есть множество историй, с которыми он не может справиться сейчас. И он приходит и говорит, подари мне что-то намного-намного более сложное, да, и я, у меня там получится. И начинает мне слова говорить какие-то, слова-слова-слова, а я ему говорю, давай как бы о делах поговорим, да. И вот когда мы смотрим на дела, на реальные дела, мы видим там то, что мы видим. Что там ипотека, там финансовые проблемы. Он не может решить какие-то вот эти вот более примитивные сложности в своей жизни. И хочет набрать на себя ещё что-то более сложное. Так вот, вот об этом я и хотел с вами сегодня поговорить. Это называется наивность. Понимаете? Инфантилизм. То есть человек верит в чудеса. И вот многие говорят мне, ну знаете, вот дети тоже верят в чудеса. Вот дети же не верят в чудеса. Я вам хочу сказать такую вещь. Дети не верят в чудеса. Дети живут в чуде. То есть они видят жизнь как чудо. То есть они видят, что то, что происходит с ними постоянно, это чудо. И они относятся к жизни как к чуду. То есть это чудо, которое происходит здесь и сейчас. И они ни во что не верят. Пока они ещё ни во что не верят. Но потом начинают потихонечку верить. Верить во всё, что им говорят взрослые, в какие-то сказки, ещё во что-то. То есть они верят, потому что они наивные. Но что такое взросление? Вот что такое взросление человека? Человек начинает постепенно переходить из этой наивности всё в более высокую степень разумности и понимания. То есть он просто начинает понимать, как вещи на самом деле устроены. Как устроена тема денег, например. То есть любой человек, он так или иначе будет вынужден столкнуться с темой денег. И ему придётся понять, что это такое. Как это вообще материя, вот эти деньги, как это устроено. И пока он это не поймёт, не будет у него достаточно денег. Вот не будет. Он должен познать это. Он должен познать, как это работает. Когда он познаёт и понимает принципы какие-то основополагающие, всё. У него финансовые проблемы начинают уходить из жизни. То есть если у него какая-то проблема с деньгами, то, что у тебя проблема в какой-то области, в какой-то области, это и есть признак по сути того, что ты там ещё что-то не догоняешь. Просто не понял, не разобрался, не вник. Тебе не ясно что-то, как это работает. И поэтому ты веришь. Ты вместо того, чтобы понимать это точно, ты можешь это заменять на вера во что-то. Вера в какое-то чудо. То есть я живу в долгах, у меня проблемы с деньгами, но я верю, верю, что когда-то у меня всё будет хорошо. Когда-то вот всё наладится там и так далее. То есть вместо того, чтобы понять, в чём ты находишься и почему у тебя то и в том виде, в каком оно есть, человек предпочитает верить во что-то. Это признак неразумности. Это признак того, что человек спит. Спит в иллюзиях. Спит в каких-то надеждах. Что-то должно произойти. Он живёт в ожидании чуда, понимаете? И упускает чудо реальной жизни. Вот что происходит. То есть ждёт, что вот ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть и случится. И случится какое-то чудо. И вот какой-то, как это, счастливый случай произойдёт. Мне где-то повезёт. Что-то на меня свалится. Вот в этом проживает очень много людей. А я, получается, вывожу из этого, понимаете? Я вывожу из этого состояния, сомнамбулического. Вывожу тебя в реальность. Говорю, что, ну, хочешь деньги? Хорошо. Я понимаю, тебе нужны деньги. Ну, всем людям нужны так или иначе деньги. Хорошо. Возьми за эту область ответственность. Начни в ней разбираться просто. Если ты хочешь понять, как работают деньги, тебе нужно изучить нечто, связанное с этой областью. И изучить не просто теоретически. Теоретически это важно. Но начать с этим разбираться практически. Начать понимать, какие где есть ловушки, какие где есть возможности, откуда появляются деньги, как работает рынок, что такое обмен и так далее. То есть вот в этих вещах нужно разбираться. Ну, это же надо сидеть, да. Это же надо тратить на это время. Это же надо вникать в это. Проще же просто жить, вот как живется, и надеяться. Надеяться на какое-то чудо, что само как-то все произойдет там, вот именно так, как я надеюсь и мечтаю, да. Никто себя не узнает в этом, ребят. Зачем что-то менять в своей жизни, да. Зачем глубоко проникать куда-то. Зачем разбираться в чем-то. Проще же жить, как живется, и надеяться. На счастливое завтра, которое когда-нибудь обязательно наступит. Когда-то обязательно все будет хорошо, когда-то потом. А сейчас, да, сейчас все плохо. Брод, терпи, держись как бы. Сейчас нужно затянуть пояса, да. Вы там это, держитесь. Как там, Медведев, да. Ребят, держитесь. Сейчас надо потерпеть. Сейчас нужно собраться, собраться, и вот так вот потерпеть и проломиться через все это. А когда-нибудь потом, потом. Вот там где-то все наладится. Ребят, ну не получится так вот. Это инфантилизм. Это как раз наивность. Понимаете, это наивность. Это вера в чудеса, которые происходят где-то в уме просто. Вот они где-то в уме существуют, как какие-то образы. А настоящее чудо – это жизнь. И то, что можно назвать успешным человеком, это человек, который знает жизнь просто. То есть он понимает, как эта жизнь устроена. Ну, приятно подумать, да. Тебе стоит еще подумать о том, почему есть какие-то вещи прямо сейчас, в которых тебе хронически неприятно. Вот об этом стоит думать. Зачем думать о том, чего у тебя нет? Подумай о том, что у тебя есть, и на что ты можешь оказать прямое влияние непосредственно. Понимаешь, вот в этом-то и ментальный сон и заключается. Что вместо того, чтобы рассмотреть то, что у тебя есть, факты, и поработать с тем, что возможно здесь и сейчас, потихонечку, шаг за шагом, люди предпочитают оставить все как есть и мечтать. Понимаешь? Проще же думать и мечтать, и надеяться на чудо, чем влезть, засучить рукава, да, как бы, и влезть в свою реальную жизнь, и начать ее трансформировать, да, что-то менять. Знаешь, намного проще думать. Думание — это... ты поймешь, что оно не зря возникло в таком объеме. Духовному существу проще оперировать картинками, чем реальностью. Но успех — это твоя способность оперировать реальными вещами. спроси любого там человека, который что-то там построил в жизни, чего-то добился. Там думания очень мало. То есть вот в реальной жизни, в принципе, думания мало. Ну, 5% — это максимум. А все остальное — это делание, действия. То есть тебе важно играть, действовать, быть активным. Вот. И это уже взросление. То есть чем больше человек становится действующей единицей, и чем больше у этого человека присутствует некий элемент эксперимента и исследования, мультивариативности какой-то, он понимает, что можно попробовать что-то новое, да. То есть вот если что-то не работает, можно как-то иначе подойти к этому, да, что-то попробовать по-другому. Это признак зрелости уже. А вот просто оставлять все как есть и находиться в инерции привычного, да, в гомеостазе и надеяться, мечтать, надеяться на какое-то чудо — это признак незрелости просто. Это незрелый, незрелый, очень сонливый человек, очень много мышления, очень мало действий. Это признак того, что такой человек, скорее всего, будет работать в найме где-то. Он никогда не станет предпринимателем. Предприниматель — это уже всё, это уже человек дозрел до такого состояния, где он всё меньше думает, всё больше берёт и делает, всё больше изучает, всё больше экспериментирует. Понимаете? А вот это вот нахождение в зоне комфорта, страх изменений, страх того, чтобы что-то попробовать новое. Это признак просто достаточно такой незрелости духовной. Понимаете? Вот сегодня я об этом вам хотел сказать, что никакого чуда завтра нету. То есть всё чудо, которое существует, оно уже происходит прямо сейчас с вами. И если это чудо не проживается в вами как счастливый, творческий, интересный, свободный процесс, то никто не виноват в этом. То есть никто, некого обвинить в этом. Это просто состояние, внутреннее состояние. Состояние, как бы, можно сказать, или сна какого-то, да, ментального, или пробуждённости. То есть чем более пробуждённый человек, тем более он подвижный, тем больше изменений в его жизни. Понимаете? И чем меньше изменений в жизни, тем более сонливый человек. Ну что, может, какие-то вопросы есть? Это у меня уже как крик души был сегодня. Я с ним общался, и знаете, я просто понимаю, не могу ему донести. Я попытался обратить внимание на какие-то вещи, и он сразу ушёл в эмоции, в защиту. То есть попытался меня сразу нападать на меня, говорить, что какие-то проблемы со мной, что я с ним так общаюсь. А я просто ему начал прямые вопросы задавать, и попробовал навести его внимание на какие-то вот эти вот банальные вещи, да. Что обрати внимание, в чём ты живёшь. Обрати внимание, в чём ты живёшь, и как ты с тем, в чём ты живёшь, собираешься у меня взять бизнес и продолжать его. Обрати внимание на твои способности, на уровень развития твоих способностей, твоих навыков, твоего уровня понимания, как ты с этим всем собираешься развивать достаточно сложный бизнес, который просто для тебя не по градиенту. Понимаешь, тебе кажется, ты просто вот веришь в чудо, что тебе подарят этот бизнес, и у тебя всё получится. Но под этим ничего нету. Никаких реальных вещей под этим нету. Это просто вера, это наивность, вера в какое-то чудо. Но реальных навыков у тебя нет, как бы реального понимания зрелого нет. Ты ещё не являешься вообще предпринимателем, ты не работал предпринимателем, а значит, ты не готов сам нести ответственность за свою жизнь. Понимаете? Человек, который работает в найме, он по сути приходит и переносит часть ответственности за свою жизнь на кого-то, на работодателя. А предприниматель – это тот, кто этим больше не может заниматься, он не готов отдавать ответственность за свою жизнь в чужие руки. И он сам себе кузнец, он сам что-то делает постоянно. Центр принятия решений активности какой-то. Понимаете? И наёмному человеку нельзя отдавать какие-то вещи, которые превышают его уровень развития, на несколько порядков. Это всё, вот только ты это сделаешь, это будет нецелостный поступок. И ему плохо будет, и тебе плохо будет. Поэтому нельзя делать такие вещи. Ни в коем случае. И в чудеса не надо верить. Важно доверять себе, своим чувствам, развиваться, пробуждаться, и пробовать, пробовать, получать разный опыт, смотреть, в каком опыте у тебя пойдёт, какой опыт тебе по душе, в каком опыте ты можешь прокачаться. И никто не говорил, что всё будет просто. Будут и сложности, конечно. В сложностях понимаешь, лучше растёшь. Это тоже всё, никто не отнимал это. Ну ладно, будем завершать на этом. Спасибо, что вы были. Приходите ещё. Пишите какие-то вопросы, если остались вконтакте. Я также даю консультации по скайпу. Пока бесплатно. Так что приходите. Давайте. Пока-пока.